Всем любителям гоночных симуляторов, привет! Вы на канале Ramstar и сегодня у меня на обзоре один из самых интересных девайсов для вашего ПК, который поможет вам почувствовать себя в роли водителя любого спорткара в мире. И на обзоре у меня, пожалуй, один из самых бюджетных девайсов, а именно руль Defender Force Drift GT. Руль я этот заказывал на Яндекс.Маркете по самой низкой цене, всего в 3000 рублей. Коробка при доставке не пострадала, а внутри у нас педали, сам руль и крепление к вашему геймерскому столу. Кстати, на коробке сразу можем заметить, что он совместим с ПК и ПС, поэтому он подойдет даже любителям консоли. И для тех, кто играет в Красаву, тут есть промокод, по которому вы точно получаете премиум аккаунт на 7 дней. И этот промокод я подарю вам, поэтому кто первый его наберет, тот получит все фичи. Ну а этот промокод я покажу где-то в этом ролике. Руль выполнен из приятного на ощупь пластика в черно-глянцевой расцветке. Снизу имеются присоски к столу, и насколько они уверенно держат этот руль, мы узнаем далее. Подключается этот руль к компу, как и все девайсы, через USB разъем. Кабель здесь длиной 180 см, этого будет достаточно, даже если у вас система стоит, как у меня, на окне. Сам руль имеет диаметр 25 см, а ширина подставки с мотором 34 см. С левой стороны есть стумблер понижения и повышения чувствительности, а с правой стороны есть секвентальная коробка передач, которую можно настроить как на автомат, так и на механику. На руле у нас есть все необходимые кнопки и джойстики, поэтому его можно использовать как обычный геймпад. Лепестки тут стандартные, по плавности хода очень приятные. Педали полностью пластмассовые, для моей ноги 45 размера довольно маленькие, это как минус, но опять же, вы всегда сможете приловчиться. Я, например, упираю педали просто в стену, поверьте, это очень удобно. Подключаются педали через LAN кабель, поэтому дополнительный кабель питания им не нужен. Ну что, теперь давайте покажу, как это все устанавливается и крепится. Тут довольно все просто, поэтому справится даже ребенок. Прикручиваем две струбцины к рулю, далее прижимаем крепко присосками к столу, но без фанатизма, и далее зажимаем струбцины к столу, и все, ваш руль держится очень прочно. Но есть момент, тут или я что-то не так делаю, или технари ошибли с креплением и почему-то прикрутили струбцины рядом с присосками, а возможно должно держаться только на чем-то одном. Интересный вопрос, а как вы считаете? Интересно будет услышать ваше мнение в комментарии. После того, как вы прикрутили руль, подключаем педали с помощью кабеля LAN. Вот и все, ваш руль без всяких драйверов сразу готов к гоночным симуляторам. Ну что, а теперь давайте затестим этот руль в реальном деле. Если честно, очень давно хотелось вот такой вот руль, хоть самый бюджетный, просто протестить его в играх, почувствовать, что это такое погонять на спорткаре, так как в реальной жизни это в принципе, наверное, для обычного человека невозможно. Для теста скачал, пожалуй, один из самых популярных симуляторов, это Assetto Corsa 3. Все, в игру мы зашли, и сейчас будем тестить этот руль на этой игре. Выберем машину, пусть это будет BMW, например, M1 и трассу мото. Все, ноги у меня стоят уже на педали, я уже полностью заряжен погонять на новенькой BMW M1 и нажимаем старт. Смотрите. Педали полностью рабочие. Коробка передач тоже рабочая. Включаем первую. И погнали. Передачи переключаются. Смотрю вот по скорости. И педаль хорошо прям реагирует, мне прям это нравится. Ощущение будто в реальной машине. Есть вот момент, что руль вот прям сильно вырывает. Может так и должно быть, но мне кажется, это прям очень сильно. И все же не хватает чутка вот до круто. Хочется еще подкрутить, как в реальной машине. Но, как уже сказала, если приловчиться, то довольно интересно. Давайте попробуем поменять машину. Посмотрим, как на болиде. На болиде обычно такой вот руль как раз таки, наверное, для болида идет. Потому что там угол поворота тоже 270 градусов. Посмотрите, как она уже летит. Ну что, ребятки, запустил я игру сейчас трек-симулятор. Довольно сложная игрушка. И для новичков тут реально нужно разбираться. Но с рулем просто кататься по городу одно удовольствие. Я даже понимать начал людей, которые просто играют в дальнобойщика, сидя за компом, либо за большим монитором, именно с рулем. Что могу сказать? В играх этот руль просто волшебный какой-то. На самом деле, когда смотришь всяких стримеров, когда они играют в трек-симулятор, думаешь, а в чем смысл? Какой здесь интерес? А вот на самом деле, вот сам зашел буквально на... Думал, зайду 5 минут, покажу вам, что это такое, как руль реагирует. А на самом деле, вот здесь уже сижу полчаса и играю в эту игру. То есть, интересно. Если разобраться еще в этой игре, то, думаю, можно надолго засесть. Результат вы видите сами. Это бюджетный руль, ребята, бюджетный. Не какие-то космические бабки он стоит, а реально копейки. Насчет качества руля могу сказать, что довольно-таки неплохо. Резиновые вставки помогают удержать руль более надежно при резких поворотах. Подруливание лепестки большие, благодаря чему можно комфортно ими пользоваться. Насчет рычага передач, каких-либо замечаний не заметил, минимальный функционал в режиме вверх-вниз, который выполняет свою задачу. Но для заядлых любителей таких симуляторов, тут можно разбираться и разбираться настроек тут вообще очень много. И настроить вы можете все под себя. Поговорим о педалях. Газ и тормоз работают безотказно, располагаются на платформе, на которую можно комфортно положить свои ноги и управлять машиной в игре. Но за счет того, что они маленькие и легкие, чутка скользят, но если воспользуетесь моим лайфхаком и поставить их в стене, будет отлично. Педали очень чувствительны и малейшее нажатие, машина в игре сразу начинает двигаться. Не думал, что будет такая скорость у бюджетного руля, но как видите, все работает безотказно. Вопросов к педалям нету, все работает отлично. Как и обещал, для любителей красаву дарю промокод. Кто активирует его первый, поделитесь в комментарии, очень буду рад за вас. Важный момент, обращаю ваше внимание на то, что при подключении руль должен находиться в исходном положении, чтобы правильно реализовать функцию автоматического центрирования. Дело в том, что если руль будет наклонен, то данная функция может неправильно запомнить начальное положение руля и при игре у вас будет клонить в какую-то из сторон. Если это произошло, просто переподключите руль. На руле мы имеем 12 различных кнопок и 4-х позиционный переключатель видов камеры. Такие кнопки есть на большинстве стандартных джойстиков, они используются для навигации и выполнения команд в меню. Одной из главных особенностей данного руля – это регулировка чувствительности. Уровень чувствительности регулируется и этим переключается. Чем выше уровень чувствительности, тем значительнее руль реагирует на любой поворот. То есть даже при малейшем движении рулем автомобиль, которым вы управляете, совершит значительный маневр, и это подойдет для управления обычными машинами, чтобы вас не заносило. Руль также оснащен функцией виброотдачи, которая придает игровому опыту дополнительную остроту и реализм. Давайте подведем итоги. Стоит ли это вообще руль покупать или нет, решать все же вам. Но я бы посоветовал бы этот руль, особенно начинающим и тем, кто хочет в принципе поиграть с рулем, когда они играют в всякие симуляторы, либо еще в какие-то гоночки с рулем. Это будет намного круче. Вот я сколько играл на стрелочках в гонке, это совсем не то, это совсем другие ощущения. Ощущение того, что вы сидите будто в настоящей машине и крутите реальную баранку, нажимая на педали. То есть и педали здесь также хорошо, отлично работают. Коробку передач здесь можно настраивать как вы захотите, механическую, автоматическую, чтобы она просто переключалась сама. Это все опять же по желанию. Настроек очень много и объяснять и рассказывать в этом ролике это несущественно. Здесь ролик больше про обзор этого руля конкретно был, потому что я его очень хотел и решил поделиться с вами. Но на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите комментарии. Ну а с вами был Роман. Всем до скорой встречи. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова